МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня вы увидите... Пока не олимпийский греплинг. Рязанцы пополнили копилки спортивных наград на чемпионате России. Даешь-кабудон – старинное воинское искусство завоевывает все большую популярность в нашем городе. Самбо, бокс и тэквондо – на прошедших соревнованиях рязанцы показали себя в лучшем виде. В минувшие выходные в Москве состоялся очередной чемпионат России по греплингу. За два дня в турнире приняли участие более 200 спортсменов, представляющих всю Россию – от Республики Крыма до Сахалинской области. По техническому уровню борцов и разнообразию используемых техник этот чемпионат стал, пожалуй, одним из сильнейших. Конкуренция была, как никогда прежде, высока. Рязанцы, конечно же, вернулись домой с наградами. Воспитанники спортивной школы «Антей» привезли две золотых медали и одну бронзовую. В первый день боролось у нас три человека без кимоно. Это Николай Савилов, Артем Казбанов и Евгений Чернощоков. Вот, значит, Коля Савилов стал у нас третьим в тяжах в самой престижной весовой категории. Вот, Артему, к сожалению, не получилось выиграть, но, может быть, где-то опыта именно в борьбе не хватило. И непосредственно вот Евгения Чернощокова заняла первое место. Кстати, заняла не только без кимоно, но и в кимоно. Готовились наши ребята к турниру основательно, тренировались и оттачивали мастерство. А накануне крупных соревнований выступили на чемпионате Рязанской области, где отобрались сильнейшие для выступления уже на чемпионате России. Ребята принимали участие классики, вольники, самбисты, дзюдоисты. Но, скажем так, проводится турнир в двух номинациях. Это без кимоно и в кимоно. В основном без кимоно ребята, конечно, выиграли выходцы в основном из греко-римской борьбы, вольной борьбы девчонки. А вот уже в кимоно, конечно, там преобладали ребята самбисты, дзюдоисты. Но им все-таки это породней. Поэтому так, в принципе, и получилось. И в дальнейшем ребята поехали на ЦФО. И на ЦФО также успешно отобрались. То есть от нашей области попало, если я не ошибаюсь, семь человек. Получившие два золота на прошедшем чемпионате Евгения Чернощекова результатом, конечно, довольна. А вот останавливаться на достигнутом, как истинный спортсмен, не собирается. Участников было гораздо больше, чем на прошлых чемпионатах России. Девчонки достаточно крепкие. Уровень уже видно, что стал намного выше. Бороться было гораздо сложнее. Самая моя тяжелая схватка была во второй день, в финале. В дополнительном времени за три секунды конца я выиграла. Вот. Ну, конечно, как бы радостно. Но надо готовиться еще. Вот чемпионат мира будет. Несмотря на то, что греплинг совмещает в себе техники всех борцовских дисциплин, и вроде как совсем не женский вид единоборств, количество болевых и удушающих приемов здесь максимально. Евгения совсем не жалеет о своем выборе. Греплингом занимается четыре года. А спорт в ее жизни – с детства и на всю жизнь. Я с детства занималась каратэ, там, четыре года. Поэтому мне как-то… Для меня это ничего необычного, то, что я пришла в этот спорт. Я езжу на соревнования, там такие же девчонки так же занимаются. Поэтому для меня это ничего обычного, то, что девушка занимается борьбой. То, что я девочка, и занимаюсь борьбой, мне это ничуть не мешает. А помогает как-то в жизни? То есть, наверное, всегда… Это характер, конечно, вырабатывает характер, силу воли. Это очень помогает по жизни. Это дисциплина. Видишь себя вообще без спорта или уже нет? Всю жизнь спорта, я не вижу себя. Ну, а на прошедшем чемпионате России спортсмены продемонстрировали красивые и зрелищные схватки. И можно с уверенностью утверждать, что российский и рязанский, в том числе, портер, развиваются в правильном русле. А у наших спортсменов хорошие перспективы. Мы уже на хорошем уровне выступаем. Можно сказать, вот третий год такой хороший уровень. И третий год, в принципе, неплохо выступаем. В позапрошлом Евгения Чернощевкова все три года уже в сборной России. Ну, как бы себя хвалить не буду. Но в 2013 году я третьим стал. В том году чемпионат России выиграл в кимоно. Без кимоно стал вторым. И там и там получил право участвовать на чемпионате мира, как и Женя наша. Ну, и мы, скажем так, выступили, тренер и ученица выступили ровно. Она стала второй, я второй стал. Вот. В этом году уже, скажем так, ученица уже так немножко переплюнула тренера. И там и там стала первой. Впереди чемпионат мира, к которому спортсмены уже вовсю готовятся. И, конечно, хочется пожелать ребятам побед, сопутствующей удачи, стойкости и силы духа. Школе антопроцветания, а Министерству спорта – большое спасибо за поддержку такого захватывающего вида единоборств. Благодарность хочется выразить нашему Министерству спорта по Рязанской области в лице Пыжонковой и Татьяны Евгеньевны. Вот. Помогли нам провести и область, и отправили на ЦФО, и на Россию. Надеюсь, в дальнейшем также будут помогать. Вот. Ну, и наша родная спортивная школа Олимпийского резерва «Антей». Вот. Как директор у нас Хабаров Валерий Николаевич, который тоже нас также поддерживает. Впрочем, не только западные, но и восточные единоборства с успехом развиваются в нашем городе. Например, Окинавское Кабудо. Правда, пока даже для многих спортсменов. Это боевое искусство кажется весьма экзотическим. Однако наши спортсмены доказывают свое мастерство. В середине марта в Москве состоялся Кубок России по Кабудо. В этих крупных соревнованиях приняли участие и рязанские спортсмены. И выступили весьма удачно. Рязанцы завоевали 4 медали на Кубке России по восточному боевому единоборству в дисциплине Кабудо. А именно серебро и три бронзы. Серебряным призером стал Александр Цуркан. Он занимается восточными единоборствами уже более 10 лет. Пробовал свои силы в различных направлениях японских боевых искусств. Но сейчас сосредоточил все свои силы на Кабудо. На соревнованиях Александр, как правило, участвует в разделе полноконтактных поединков «Ниппон-кэмба». И хочу сказать, что с этой базой очень несложно выступать почти в любом направлении. То есть каратэ – это является бесконтактным видом спорта, а Кабудо является контактным видом спорта. То есть контакт-бесконтакт выступает очень хорошо. Занимаюсь я рукопашным боем, каратэ, то есть направление мы именуем, то есть у нас нет такого направления конкретного. То есть мы готовимся под определенный вид соревнований. Если мы выступаем по каратэ, значит мы готовимся по каратэ. Если мы выступаем по Кабудо также, то мы одеваем защиту, которая представлена в Кабудо, шлем, перчатки, жилет, накладки на ноги и выступаем по Кабудо. Готовимся к Кабудо. То есть как таково направление у меня каратэ сына, то есть я занимаюсь. Кобудо это традиционное окинавское боевое искусство работы с холодным оружием. Современное же кобудо как вид спорта имеет несколько разделов. Во-первых, это комплекс формальных технических упражнений кота с оружием. Причем надо сказать, что кота в кобудо значительно продолжительнее, чем, например, в карате. Поэтому спортсмену просто необходимо обладать отличной физической формой. Второй вид кобудо это также техническое упражнение тайхо-дзюцу или поединки в парах, которые заранее отработаны. Третий вид это неппон-кэмпо – полноконтактные зрелищные поединки в защитной экипировке. И четвертый вид это нунчаку-дзюцу, то есть поединок на нунчаку. Выступление рязанской команды на Кубке России по кобудо, безусловно, отличное. Хотя, как известно, нет пределов совершенству. И ребята надеются на следующих крупных турнирах и дальше радовать своих болельщиков. В целом же успех спортсменов в кобудо обусловлен как хорошей каратистской базой, так и высоким уровнем тренерских кадров. Регулярно Рязань посещает известный мастер Джулиан Мид. Вот как проходил один из его семинаров. В спортзале 71-й школы мастер Джулиан Мид проверил у своих учеников те технические навыки и приемы, которые он давал для отработки на прошедшем семинаре. Как объясняют рязанские каратисты, на своих занятиях британский мастер, во-первых, показывает приемы работы без оружия, а далее спортсмены берут в руки традиционные для окинавского кобудзюцу боевые орудия. Кобудзюцу – это общее название восточных боевых искусств, тех школ, в которых обучают поединку с использованием нестандартного оружия. Шестов, посохов, вееров, дубинах, сельскохозяйственного инвентаря. Последнее особенно популярно на острове Окинава. Надо отметить, что данное боевое искусство тесно связано с каратэ, и зачастую старые мастера кобудзюцу и были одними из первых учителей школ каратэ. Благодаря такому разделению на виды заниматься кобудом может весьма широкий слой людей, ведь кобуду состоит не только и не столько из суровых контактных поединков, а важное место занимает древняя техника работы с оружием. Кобуду не только контактный вид, а кинавское кобуду – это каратэ с оружием, да, то есть там есть виды, которые не включают в себя полный контакт, да, это ката. Это тоже очень широкое направление, очень широкое направление. У нас в Рязани ребята очень здорово его продвигают, очень здорово выступают. То есть на уровне России мы выглядим очень хорошо. То есть, как правило, это первая тройка, то есть призеры, чемпионы России. Поэтому здесь дух, воля, характер, да, и правильно Саша сказал, что есть люди, которым может быть тяжело выступать в контактном виде, да, где-то, ну, по силе характера может быть еще что-то такое. Но при всем при этом им хочется быть в духе этой команды, и ката – это как раз их вариант. Рязанская региональная федерация кобуду относительно молодая, но благодаря усилиям ее руководителя Владимира Пирожкова сейчас в областном центре функционирует несколько секций. И рязанские бойцы регулярно участвуют во всероссийских и даже международных соревнованиях. И также регулярно им удается завоевывать там призовые места. Все-таки больше зависит от характера человека. Если он захочет, он в любом виде спорта, неважно, кобудо, единоборство, плавание, бег, там, прыжки, он везде добьется успехов. Главное, что это характера, сила воли и упорства. Потому что очень многие не проходят по характеру. Получили там немножко в голову все, то есть, ай, мама, я больше не приду. Как в большинстве случаев оно и происходит потом. Если говорить, да, насколько это мужской или женский вид спорта, вот как раз-таки кобудо – это то направление, которым, наверное, заниматься приятно и тем, и другим. В каком плане? У нас сами соревнования проходят в таком контексте, что у нас полная экипировка и полная защита. То есть даже полный контакт – это шлема, который не пробивается, да, то есть это целое лицо, что важно, например, для девушки. Да, это кераса защитный жилет, да, руки, ноги, то есть защищено все. То есть, чтобы по минимуму было травм, чтобы больше было просто красивого контактного боя. Поскольку современное кобудо – спорт разнонаправленный, то и заниматься им можно уже начиная с раннего детского возраста. Поначалу, конечно, необходимо развивать свои технические навыки в комплексах формальных упражнений кота. А лет с 10-11 появляется возможность начать выступать и в контактных поединках. Но и, что немаловажно, еще одной из причин, по которой популярность восточных боевых искусств, в том числе и кобудо, неуклонно возрастает – это древняя философия. Как говорил один из выдающихся мастеров Матайоси Синпо, цель кобудо заключается в познании самого себя, в испытании собственного терпения, в умении разделять добро и зло. А что касается спортивных успехов, то выступление рязанской команды на Кубке России по кобудо, безусловно, отличное. Хотя, как известно, нет пределов совершенству, и ребята надеются на следующих крупных турнирах и дальше радовать своих болельщиков. Уже в конце апреля рязанцы отправятся в Санкт-Петербург на Олимпиаду боевых искусств «Восток-Запад». На неделе отмечали Всемирный день юмора и смеха. Рязанские физкультурники провели этот день, разумеется, с пользой для здоровья. А именно, устроили первоапрельский легкоатлетический забег по территории Рязанского Кремля. Начинаем! Все готовы? Отмечаем! В рамках ежегодной декады спорта прошел первоапрельский забег «Бежим круглый год». В честь праздника многие пришли в различных забавных костюмах. Забегу не помешала даже плохая погода. Внимание! Несмотря на довольно холодную погоду, к массовому забегу присоединились десятки горожан от мала до велика. Самому молодому легкоатлету недавно исполнилось всего пять лет. Ну а в завершении программы обзор спортивных новостей. Рязанка Ольга Медведева завоевала Кубок мира по самбо. Турнир памяти Анатолия Харлампева завершился в Москве в воскресенье 29 марта. Ольга победила в категории до 64 килограммов. В финальной схватке она взяла верх над Натальей Будяной из Румынии со счетом 2-0. Представители Рязанской области завоевали три медали первенства России по тэквондо в техническом комплексе «Бхумсэм». Соревнования прошли в Таганроге. Тимур Глазков и Дмитрий Макушкин стали победителями в дисциплине фристайл «Смешанной пятерки» среди участников 12 и 17 лет. Тот же Макушкин с Дмитрием Морозовым и Александром Хромовым завоевали золото командных соревнований возрастной категории 12-14 лет. А Дмитрий также занял третье место в индивидуальных выступлениях. Первенство было отборочным на сентябрьский чемпионат мира, который пройдет во Вьетнаме. Отметим также, что тэквондо входит в программу летних олимпийских игр, а в Рязанской области является базовым видом спорта. Рязанские боксеры завоевали две медали всероссийского турнира на призы Виктора Агеева в подмосковной Балашихе. Третьи места в своих весовых категориях заняли Рамиру Жустину до 64 килограммов и Роман Архипушкин до 91 килограмма. Бокс также входит в программу летних олимпийских игр и является базовым видом спорта в Рязанской области. И рязанские самбисты завоевали четыре медали юношеского первенства ЦФО. Соревнования прошли в подмосковном Можайске. Андрей и Дмитрий Харитоновы из Рязанской спортшколы Юпитер стали победителями в категориях до 66 и 72 килограммов соответственно. Их одноклубник Руслан Паршутин и Евгений Волков, представляющий из Дюшор родной Крайспорт, заняли третьи места в своих весовых категориях. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными и здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин